Ну, значит, есть такой анекдот, типа того, что жена такая пройдоха, ну и муж лох-лохом. А типа того, что вот она приходит с работы, с коробочкой, муж что такое? Вот никогда не поверишь, вот гляжу, лежит коробочек, открылся там сапожки моего, развернул, понимаете, да? Вот на эту тему есть стихотворение такое написал. К сожалению, с листа. Тысячу лет не читала, если что, извините. Вот домой жена пришла, а в руках коробка. Извини, что задержалась, на дорогах пробка. Говоришь, часов на пять вовсе не заметила, даже не заметила, но коробку возле дома сразу заприметила. Открываю, там сапожки просто обалдела. И, конечно же, на ножки тут же и ходила. Не поверишь, никогда. Сели, как влитые. На цигеечке они, ножки, чтоб не стыли. Как везет тебе, родная, позавидовать не грех. То шубейка, то сапожки. Да ведь ты счастливей всех. Тут уборочку затеял, под кровать я заглянул. Ну, а там это, трюсы лежат. Я их тут же натянул. Вот беда. Хоть плачь, хоть мой. А размерчик-то не мой. Вот так бывает, дорогие мужчины, дорогие женщины. Ну, теперь, наверное, о себе любимое. Вот было четверостишье. Я родилась в год змеи. Честно скажу, змеище еще там. А вот доказывает это стихотворение четверостишье. Я настоящая змея, и больно жалить я умею. Да, обижать меня нельзя, ведь я при этом стервенею. Это четверостишье, а вот тут одному незадачливому поклоннику, такому всему из-под себя, меня, было написано такое стихотворение. В год змеи родилась, это точно. Кто сказал, что змея непорочна? Ты поверишь коварному взгляду, что ж. А большего мне и не надо. Заманю, завлеку, околдую. Никогда не полюбишь другую. Веришь мне и пойдешь за мной следом. Дорога же мне ложка к обиду. Подарю поцелуй тебе, милый. Счастлив будешь, почувствуя силу от того. Никогда не узнаешь, что взамен только яд получаешь. Пусть он сладок, но все-таки яд. Отведи поскорее свой взгляд. Ну а теперь тихоноликовых.